Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 20 млн. рублей. В последние годы успешно реализую инвестиционную стратегию под названием «Дивидендная зарплата». А на экране сейчас обложка к основному и самому важному видео этого канала. Смотрите и увидите, как дивидендная зарплата растет, а финансовая независимость приближается. В моем инвестпортфеле сейчас около 40% активов куплено через зарубежного брокера. Некоторые из вас также хотят начинать инвестировать через зарубежного брокера. В свете принятия закона о категоризации инвесторов вполне возможно сегодняшняя информация пригодится очень многим из вас в ближайшее время. Итак, как подать уведомление об открытии счета у зарубежного брокера? А с текущего года это необходимо делать обязательно. Итак, не переключайтесь и вы узнаете. Как подать уведомление об открытии зарубежного брокера? Нужно ли подавать уведомление тем, кто открыл счет до 2020 года? Узнаете новости о том, как информировать о движении средств по счету и когда это надо делать? Какие санкции предусмотрены, если вы не проинформируете налоговую? Многие из вас наверняка слышали, что с 1 января 2020 года вступили в силу поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Теперь физическим лицам, резидентам РФ необходимо уведомлять налоговые органы об открытии счетов в иных организациях финансового рынка, к которым относятся зарубежные брокеры, расположенных за пределами территории РФ. Налоговую надо уведомить в течение одного месяца с даты открытия зарубежного брокерского счета. Такой же срок дается при изменении реквизитов счета или его закрытии. Кроме того, необходимо отчитываться и о движении денежных средств за год, начиная с 2021 года, в срок до 1 июня следующего года, а в случае закрытия счета – в месячный срок. Новая форма уведомления об открытии счета у иностранного брокера уже появилась на сайте налоговой, а форму отчета о движении денежных средств можно найти на сайте consultant.ru. Для владельцев зарубежных брокерских счетов, открытых до 2020 года, уведомлять налоговые органы не требуется, но отчитываться о движении денежных средств надо будет по итогам 2020 года, как и всем остальным. Итак, как уведомить налоговую? На сегодняшний день подавать уведомления об открытии зарубежного счета в иных финансовых организациях, то есть у брокера, можно только в бумажном виде. Существует два варианта. Первый – отнести уведомление лично в налоговую, где на втором экземпляре налоговое поставят отметку о принятии. Второй вариант – направить уведомление по почте письмом с уведомлением. Сам банк уведомлений об открытии такого счета можно скачать на сайте налоговой службы, но это сайт налог.ру. Заходите на сайт налоговой службы, переходите в раздел «Физические лица», выбираете раздел «Уведомления об открытии счета в банке за рубежом». Несмотря на то, что упоминаются только банковские счета, форма предусматривает и иные финансовые организации. Далее вы увидите рекомендуемые формы уведомления. Нажимаете кнопку «Перейти» и сразу появляется форма уведомления. Ее нужно скачать и заполнить. Заполняем. Заполнить ее несложно, там всего две страницы. Первая страница. Я выделил красным необходимые для заполнения области. Вначале – «Иннн». Вносите свой «Иннн». Далее – номер корректировки. Для первоначального уведомления это 00. Потом – код вашей налоговой инспекции вводите. Если не знаете, то можно уточнить на сайте налоговой, ну либо позвонить им и просто спросить код. Затем указываете, что вы физическое лицо. Это два. Далее вносите паспортные данные. Фамилия, имя, отчество, дату рождения, место рождения. Потом – код вида документа. Для паспорта гражданина Российской Федерации это 21. Серию, номер паспорта, дату выдачи, кем выдан. Далее строка «Уведомляет». Об открытии счета это единица. Далее признак уведомления для резидента физического лица. Ставим здесь единицу, это для налоговых резидентов, и двойка для нерезидентов соответственно. Еще нужно заполнить раздел «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении. Подтверждаю». Соответственно, таким образом подтвердить это дело. Если подавать и подписывать уведомление будет владелец счета, то тогда проставляем 3. Это физическое лицо резидента. Далее вносим фамилию, имя, отчество, ИНН, номер телефона, ставим подпись и дату заполнения уведомления. Теперь вторая страница. Снова заполняем ИНН, фамилию, имя, отчество. Потом на ней проставляем значение 2. Это иная организация финансового рынка, так как мы уведомляем об открытии брокерского счета. Затем указываем номинование брокера. В случае Interactive Brokers это Interactive Brokers. Полис, ВИФТ, КОД или БИК заполняется только для банковских счетов, поэтому оставляем эту строку пустой. Затем номер налогоплательщика вашего брокера. Для Interactive Brokers это номер, но вот он сейчас на экране. Далее полный адрес вашего брокера. Потом продолжаю. Цифровой код страны для США это 840. Затем указываем номер счета. Он есть в справке об открытии счета от Interactive Brokers. Берете его оттуда. Дата открытия указывается из письма уведомления об открытии счета. Далее строка счет. Ставим здесь единицу, если этот счет личный, и двойку, если счет совместный. Код валюты счета опять же 840. Далее указываете дату договора, то есть дату открытия счета. Номер договора. Ну вот, например, в IB нет номера договора, поэтому либо ничего не указываете, либо продублируете просто номер счета. В конце оставите подпись и дату заполнения уведомления. Все. Теперь можно отправлять форму налоговую по почте с уведомлением о вручении, либо же отнести лично. Отправлять нужно два экземпляра. Один из экземпляров налоговый орган должен вернуть в течение пяти рабочих дней. Конечно, в идеале хотелось бы отправить это уведомление через личный кабинет, но такой возможности пока технически не предусмотрено. При общении с налоговой они предложили действовать, связавшись с их техподдержкой через личный кабинет. Ну как это делать? Заходите в раздел «Жизненные ситуации» личного кабинета, а далее написать техподдержку и пишите вопрос, как нести данные по брокерскому счету, так как форма для банковского счета для этих целей, в общем-то, не подходит. Если кому-то удастся это сделать, то поделитесь своим опытом, это будет интересно. А теперь перейдем к отчету о движении средств. Кстати, если вам нравится видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, ведь именно такие ваши действия продвигают данный ролик и канал по алгоритмам YouTube. Продолжаем. Что касается отчета о движении средств, который надо будет предоставить первый раз в 2021 году за 2020, то на сайте consultant.ru появилась необходимая форма, ссылку на которую я дам вам в описании к ролику. Соответственно, заходите и смотрите. Нам там понадобится лист 1 и лист 3 для заполнения. Ну, когда скачаете, собственно, на это посмотрите. Там все очень просто. Соответственно, вот лист 1 и лист 3. Заполняете лично… сначала заполняете личную информацию. Заполнили. Далее, лист 3 вносит информацию о движении средств по счету. Ну, тут тоже, в общем-то, все довольно… Тут тоже, в общем-то, все довольно просто. Это было по движению средств. Продолжаем. И прежде чем продолжить и рассказать об ответственности за неуведомления налоговой службы, очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал лайками и комментариями. Отдельное спасибо зрителям, которые поддерживают канал материально через кнопку «Спонсировать» и через Патреон, ссылка на который находится в шапке канала на главной странице. Спасибо, что поддерживаете мои аналитические и обучающие материалы и понимаете, что это нелегкий труд. Итак, какая предусмотрена ответственность в случае, если вы не уведомите налоговую? Так как изменения вступили в силу не так давно, то в Коап РФ пока нет информации об ответственности за непредоставление уведомлений и отчетов о движении средств. Вероятно, штрафы будут такие же, как сейчас за непредоставление данных о счетах в иностранных банках, то есть от 300 до 20 тысяч рублей. Про плат налогов дальше. На сайте налоговой есть также информация о продлении времени заполнения 3НДФЛ. Теперь срок подачи продлен до 30 июля, но оплату налога надо произвести до 15 июля. Ну, собственно, вы это все сами видите. Подробную инструкцию, как заполнять и подавать налоговую декларацию по зарубежным брокерским счетам, вы можете посмотреть видео «Как платить налоги с инвестиций Interactive Brokers». Обложка этого ролика сейчас на ваших экранах. Напомню, налоги на дивиденды платить необходимо в любом случае, даже если вы их не снимаете и не выводите в Россию, а просто реинвестируете. Платите налоги и спите спокойно. Ну, а на сегодня это все. Пожелаю вам удачных инвестиций и отсутствия проблем с налоговой службой. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.